Всем привет! Меня зовут Ксения, это город Набережный Челны. Сейчас мы находимся в поселке Сидоровка. Здесь впервые за очень долгое время проходит реконструкция двора. И все бы ничего, вот только жители вводят в заблуждение и урезают проект. Да, да, да. Это старая схема, которую мы подписывали. Конкретно речь идет о доме 15 на улице Грина. Это самый большой дом на Сидоровке в 21 подъезд. Так вот, реконструкция двора здесь началась еще весной, говорят местные жители. Это было радостной новостью для всех. Вот только ремонтные работы затянулись. К тому же проект реконструкции был урезан. Сейчас же нам предлагают на сегодняшний день урезанную схему, подписать урезанную схему до минимума, на которой отсутствуют те же самые спортивные площадки, отсутствуют детские элементы. Мы обратились с письменным обращением к президенту Республики Татарстан, в ходе которого было выездное собрание. Теперь он заместителем главы администрации. И заместителем главы администрации он прямым текстом сказал, что что вы хотите, пожалуйста, собирайтесь с жителями и делайте это уже за свой счет. Вот здесь, во внутреннем дворике этого дома, можно сказать, и кипит вся жизнь местных жителей. До этого здесь была одесская площадка, и спортивные тренажеры, и скамейки, и урны, малоархитектурные формы и много чего другого. Сейчас же здесь пустырь, и пока что ничего другого не предвидится. Вот даже лавочка, единственная лавочка в этом доме, которая находится около подъезда, жители сами ее нашли и принесли своими силами, чтобы хоть как-то здесь посидеть и отдохнуть, потому что все лавочки убрали. Мы бы хотели, конечно, чтобы все-таки спортивные городки остались, потому что у нас все-таки и юноши здесь подрастают, им необходимо будет куда-то свою там физическую энергию эту девать. По крайней мере, когда у нас были здесь городки, мы видели, что у нас здесь дети, ну, выходили на улицу, гуляли. Ну, с самого начала, с мая, как они приступили к выполнению работы, они демонтировали все столбы освещения, и вот прошло все лето, сейчас уже осень, и до сих пор столбов освещения нету, здесь абсолютная тьма, то есть, ну, темнеет рано, люди идут с остановки, ну, в полной темноте. Более того, это Сидоровка, тут криминальный район. Дают разъяснение, почему отсутствует финансирование, но ссылаясь на то, что пандемия и отсутствие финансирования по данной программе, то есть урезанное финансирование. Ну, я считаю, что данная схема ущемляет, как я уже сказал, схемляет права каждого собственника. По заявленному проекту, все работы должны закончиться в третьем квартале текущего года. Но сентябрь уже позади, квартал кончился, только конца реконструкции в ближайшее время не предвидится. К тому же, до сих пор неясно, каким именно будет весь этот конец. Применчальный проект двора на Грины 15-го, на Дженех Челна, был составлен на перспективу с учетом всех пожеланий жителей. Впоследствии уже скорректирован в соответствии с теми лимитами, которые были установлены по данному двору в рамках программы и, соответственно, очень дюджетно. Стоимость дорожных работ и установки малых архитектурных форм, то есть оборудования в салон-дворе, составляет порядка 17 миллионов рублей. Перечень обязательных работ по программе, напомню, это ремонт дорог и тротуаров, ремонт наружного освещения, установка скамеек, курн, установка детских площадок, детского оборудования с покрытиями с песка, включаются асфальтированные проезды, тротуары. Кроме того, сделаны все парковочные места по проекту и к существующим добавлено еще 44 парковочных места. По внешнему внутриквартальному проезде будут выполнены подрядчикам парковочные места до конца октября. Организовано место для детской площадки, сейчас уже засыпаны песочные покрытия и организованы тротуары к детской площадке. Лавки, урны, освещение будут установлены до конца октября, такие сроки нам называют поставщики и подрядчики. Детское оборудование в этих дворах будет произведено в конце этого года, но смонтировано и установлено уже весной следующего 2021 года. Местные жители сдаваться не намерены. Многие живут в этом доме со дня своего рождения, уже воспитывают здесь своих детей и хотят довести долгожданную реконструкцию двора до ума. Субтитры создавал DimaTorzok